Наш выпуск. Рубль обесценивается, продукты дорожают, бюджеты от семейного до регионального трещат по швам. На фоне такого неоптимистичного букета осенних новостей, весть о газификации улицы Победы в Некрасовском просто радует. У жителей есть реальная перспектива получить голубое топливо уже в этом году. Подробности узнаем из нашего следующего сюжета. Этого события улица с таким замечательным названием Победы ждала около трех лет. В прошлом году местные жители стали активно пробивать тему газификации. Объединив усилия 47 домов, собрали порядка 600 тысяч рублей на проектную документацию для прокладки основной трассы газопровода. В соответствии с муниципальным контрактом фирма-подрядчик должна завершить работы по прокладке распределительного газопровода по улице до 1 декабря. Мы приступили к работе с 25 сентября и планируем завершить полностью все работы. Я думаю, что уже вместе с пуском газа ориентировочно на конец октября. От нас не все зависит. Почему? Потому что вот в процессе данного прохождения трассы появились определенные препятствия. То есть вековые тополя на уровне района. Это все решилось оперативно. Выехали сюда, соответственно, все представители посмотрели. Мы сделали отметки на этих деревьях. И оперативно сейчас это все убирается. Фактически мы делаем все под ключ. Значит, муниципальный контракт предусматривает собой только распределительный газопровод по улице Победы. Все остальное, все вода и внутрянки, которые нужно будет, чтобы зайти в дом, это уже делают сами жильцы домовладения. На настоящий момент у нас заключен договор, чтобы мы сделали все под ключ. Вроде там порядка 26 домовладений. В настоящее время два звена Ярстройгрупп параллельно работают на основной линии и непосредственно на вводах газопроводов дома. В арсенале фирмы современная техника, позволяющая вести земляные работы довольно быстро, что немаловажно в условиях межсезонья. На дворе октябрь. Газовый котел порядка 30 тысяч, счетчик полторы тысячи. Газовый анализатор, я не скажу, где-то порядка 18 тысяч. А кто какой купит? Нет, у них это стандартная цена. Ну, газовую плиту уже когда-то ставить надо меньше двухконфорочную, нельзя на четырехконфорочную. Это где-то порядка 60-70 только на оборудовании, плюс прокладка зависит от длины трассы. А метр сколько стоит или как там? Ну, нам сказали, где-то порядка 1800 погонный метр. Проекты на индивидуальные дома у нас начали делать уже когда вот начали трассу, как это уже запланировали тащить. Улица старая, постройки у всех разнокалиберные, а по газовому СНИПу, вот, 4101-2003 года, там очень жесткие требования для размещения газового оборудования. Мне пришлось вот делать новому дому пристройку, потому что в помещении для газового котла места не нашлось, согласно этим требованиям. Смысл-то есть этого? Оправданно оно? Такие затраты? Ну, так если хочешь жить с газом, значит, плати, да. Пока есть финансовые возможности, то идем на, как говорится, вынужденные меры траты. Ну, что получится. Поживем, увидим. После того, как будут завершены работы по прокладке основной трубы и врезке в действующий газопровод, и подрядчики оформят всю необходимую документацию, жители получат долгожданный газ. Правда, лишь те, кто уже смог собрать достаточную сумму денег на газификацию дома и покупку необходимого оборудования. Продолжение следует...